МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями. В четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Берегите детей. В Доме правительства обсудили вопросы детской безопасности. Кто предупрежден, тот вооружен. В районах республики проводят профилактику опасного заболевания животных. Древние находки. В Заволжье дошли археологические памятники эпохи Мезолита. Лето. Самый счастливый. Вместе с тем, самый опасный сезон для детей и их родителей. Статистика неумолима. В школьные каникулы увеличивается число чрезвычайных происшествий, связанных с детьми. В это время они часто остаются без присмотра взрослых. Этот и другие вопросы обсудили на седании Координационного совета о приглаве Чувашской республики. Ближайшие выходные, как и предыдущие, обещают быть жаркими. Чтобы освежиться, горожане и сельские жители наверняка отправятся поближе к воде. На пляж. Между тем, за первый летний месяц в республике утонуло уже шесть детей. Это в разы больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это колоссальный рост. И вот это та работа, которую нам необходимо сегодня проводить. Потому что шесть детей только на июнь месяц. Впереди еще два летних месяца. То есть, к сожалению, возможно, будет увеличение и этого показателя. На строчку выше в рейтинге детских смертей травмы, полученные в результате ДТП. Однако, несмотря на эти два момента, в сравнении с другими, мы демонстрируем неплохие показатели. Младенческая смертность в республике – одна из самых низких. А доля детей-инвалидов на общее количество детей снижается с каждым годом. Такой результат был достигнут благодаря профилактике и своевременной диагностике опасных заболеваний. В 2015 году в рамках профилактических медицинских осмотров было обследовано 240 тысяч детей. Это стопроцентный охват от плана. И по результатам профилактических медицинских осмотров, нужно сказать, что в первой и второй группе здоровья, то есть к здоровым и относительно здоровым детям, отнесено почти 88% детей. Между тем, в республике институту семьи уделяют особое внимание. Мы по сравнению с другими регионами Российской Федерации эффективно отработали по той программе, которая была на уровне федерального центра. Строим спортивные объекты, реконструируем учреждения культуры и школы искусств, где на самом деле созданы прекрасные условия для наших детей. За последние годы мы построили и реконструировали 45 детских садов. Дополнительно создано порядка 22 500 мест. По статистике выросла и заинтересованность молодых людей в чтении книг. Сегодняшние старшеклассники предпочитают проводить каникулы не во дворах, а в библиотеках. Подогревают интерес к классической литературе такие мероприятия, как Библионочи и Библиосумерки. Еще одна важная тема заседания – снижение количества воспитанников детских садов. Бывшие детские дома мы реорганизовываем, модернизируем. И вместо воспитателей, вместо приема детей педагоги будут работать с сопровождением замещающих семей, потому что им очень нужна помощь. Семью на начальном этапе окружить сопровождением, специальным сопровождением, так называемыми участковыми социальными работниками, участковыми психологами. И тогда решается множество вопросов. Тогда не нужны детские дома, тогда не нужно квартиру строить, потому что ребенок должен воспитываться своей кромной родственной семье. Серьезный аспект системы защиты детей – качественное и сбалансированное питание. Михаил Игнатьев заметил, что в школах республики еще остаются автоматы, которые продают губительную для неокрепших организмов пищу. Он подчеркнул, что их в школах быть не должно. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. В республике участились несчастные случаи на водных объектах. Чаще всего люди забывают об элементарных правилах – окупаются в необорудованных местах. Спасатели начали проводить профилактические рейды, они посещают так называемые дикие пляжи. Подробности в следующем материале. Купальный сезон только начался, а в республике уже фиксируют рост количества утонувших. С начала года погибло более 20 человек. Сводки происшествий на воде пополняются едва ли не каждый день. Призывы спасателей людей не пугают. Чаще всего тонут взрослые мужчины, которые окупаются под шофе в необорудованных местах. Печальную статистику пополняют и дети. На этой неделе в Канаше утонул 11-летний мальчик, который купался в пруду со своими друзьями. Помочь ему попросту никто не успел. Все произошло мгновенно. Скорее всего, это здоровье, судорога или дыхание перехватило. Поэтому меры безопасности при нахождении возле водоемов на воде должны быть превыше всего. Дети без присмотра, особенно до 14 лет, не должны находиться возле водоемов. Купаться не должны одни. Независимо от того, плавает, не плавает, хорошо или плохо. Нижний Бьевгэс. Для купания это запретная зона. Правда, предупреждающие аншлаги людей не останавливают. В жаркую погоду сюда приезжают сотни человек. В республике для купания специально оборудовали 14 пляжей и 17 прудов. Для безопасности людей здесь очищают дно и огораживают опасные зоны. Установлены поплавки и ограждения, за которые ни в коем разе нельзя заплывать, потому что там уже не знаем, что творится. Чтобы предупредить возможные ЧП на воде, в республике намерены провести рейды по диким пляжам. Правда, каждому отдыхающему спасателей не приставишь. О своей безопасности люди должны заботиться сами. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования обсудили в Доме правительства на заседании Координационного совета. Традиционно наибольшие объемы бюджетного финансирования направляются на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. В ЖКХ в период с 2008 по 2015 год вложено более 3 миллиардов рублей. Работа Министерства внутренних дел, так в частности в сфере ЖКХ, организована в последующем направлении. Это факт выявления нецелевого расхода и защищения бюджетных средств по программе переселения граждан Российской Федерации, пресечения преступлений, совершенных работниками и управляющих компаний и товарищей собственного жилья, в том числе путем вывода активов подконтрольной структуры, которые могут привести их к намеренному банкротству. Выявление преступлений, совершенных работниками ресурсообразующих организаций, а также преступления, связанные с неплатежными ресурсообразующими организациями. В сфере здравоохранения пошли по другому пути. Здесь регулярно проводят анкетирование пациентов. Так медики хотят понять, устраивает ли людей качество оказания медицинских услуг, а также выявить факты проявления коррупции, сообщил министр здравоохранения Чувашия Алла Самойлова. Мониторятся и коррупционные риски при размещении государственных заказов. С сотрудниками организации здравоохранения проводятся семинары и разъяснительная работа о необходимости соблюдать законодательство. Минобразование Чувашия провело социологический опрос, который выявил отношение студенческой молодежи Чувашии к проявлениям коррупции. В соответствии с ним, готовых сообщать о правонарушениях увеличилось. Таким образом мы получили сигнал, что наша жесткая позиция приветствуется основной частью молодежи. И все-таки сама молодежь, скажем, большая часть имеет правовое сознание и согласны с нашей политикой. Общественное мнение, если взять по разным опросам, оно формируется позитивное. Это как раз эффективная работа нашей совместной деятельности, с органами государственной власти, с прокуратурой, с другими правоохранительными органами. Но самоуспокаиваться у нас поводов нет. Михаил Игнатьев призвал повышать юридическую грамотность и формировать в сознании людей неприятие любых коррупционных проявлений. Родион Архипов, Игорь Ульянов, Республика. Сегодня в Большом зале администрации столицы республики прошло восьмое очередное заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Депутаты обсудили итоги деятельности управления Министерства внутренних дел по городу Чебоксары. За пять месяцев преступления разного рода совершили почти 1200 человек. 58% из них – лица, которые не имеют постоянной работы и источника доходов. Полицейский Чебоксар также выявили продавцов наркотических средств и нарушителей антиалкогольного законодательства. В структуре правонарушений преобладают преступления экономической направленности, кражи, грабежи, факты домашнего насилия. В повестке дня и поступления в бюджет, с учетом транша из вышестоящих бюджетов и поступления налоговых и неналоговых доходов, городская казна увеличилась на 1 миллиард 83 миллиона рублей. В частности, чуть более миллиарда будут направлены на ремонт дорог, в том числе Московского моста и строительства развязки Фучи-Кайги. Также сумма, поступившая из фонда содействия и реформирования ЖКХ на переселение аварийных домов – 366 миллионов рублей и 43 миллиона рублей по капитальному ремонту дорог. За счет увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов бюджет увеличивается на 62,2 миллиона рублей. Удостоверение депутатского городского собрания получил Дмитрий Евсеев. Ему передан мандат Алексея Лапина. Тот освободившийся мандат, который занимал депутат Лапин, он как раз относился и был распределен в результате пропорциональной избирательной системы. В законе не совсем точно сформулирован порядок передачи этого мандата. И возникали моменты, связанные с тем, что Евсеев Дмитрий Борисович уже один раз отказался 22 сентября от депутатского мандата. Но закон предусматривает, что законом субъекта может быть ограничено число раз, когда депутат может отказаться от прочитающегося ему депутатского мандата. В нашем законе Чувашской республики такого ограничения нет. На собрании также поздравили с юбилеем старейшего депутата этого созыва Анатолия Игумнова и выразили надежду, что Анатолий Александрович продолжит работать на благо столицы республики. Аграриев России пересчитают. Завтра по всей стране стартует Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Слов в порядке, страна в достатке. Так звучит лозунг Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016. В этом году она пройдет с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях с 15 сентября по 15 ноября. В последний раз сельхозперепись проводили 10 лет назад. Перепись охватит все сельское хозяйство России – от дачников и ЛПХ до фермеров и крупных организаций. Сбор объективной и полной информации о сельскохозяйственной отрасли и получение данных для анализа продовольственной безопасности страны – вот основная задача будущего статистического обследования. Впервые в этом году сведения об объектах планируется собирать при помощи переносных планшетов системой GPS. Это позволит получить более точные сведения, уменьшить время обработки и сократить численность переписного персонала. Аграриев попросят рассказать об используемых передовых методах ведения сельского хозяйства, о привлечении кредитных средств, о получении бюджетных дотаций и субсидий. В Чуваштате напоминают – переписчик обязан иметь при себе удостоверение и документ, подтверждающий личность. Власти надеются на активное участие жителей республики во всероссийском опросе. Эсполнота и точность ответов повлияет на аграрную политику страны. В продолжении темы. Всероссийская сельхозперепись должна помочь получить точную информацию о поголовье свиней. Отсутствие полноценных данных затрудняет работы по профилактике африканской чумы свиней. Вспышка этой болезни зафиксирована в 11 субъектах России, в том числе и Дивеевском районе Нижегородской области, а это всего в 200 километрах от границы Чувашей. Министерство сельского хозяйства республики провело заседание чрезвычайной комиссии и выработало ряд мер по противодействию опасному заболеванию. Дивеевский район Нижегородской области на карантине. Инспекторы ДПС и ветеринары досматривают каждую машину. Вывозить мясо запрещено. Очаг, обнаруженный в личном подсобном хозяйстве, ликвидирован. Но в течение месяца еще будут проверять машины и животных. Болезнь распространяется и характеризуется стопроцентной смертностью животного. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Основной ущерб наносится свиноводческим комплексом. Поголовье полностью уничтожается, прерываются экономические связи, рабочие теряют работу и, как следствие, многомиллионные убытки. Но этого можно избежать. Главное – объединить силы и вовремя провести дезинфекцию. Тот транспорт, который приходит, прогоняем через мойку. И у нас два дисбольера. Один на общей территории, другой непосредственно на свинокомплекс. То есть мы поставили керхер, который дезинфекционно обрабатывает всю машину. Надеемся, что очередь на нас не добежит. Там 187 километров осталось. Под данным Госветслужбы в Чувашии работают 55 свиноводческих фирм. Ветеринары службы регулярно проверяют. На предприятии должны быть обязательно дезинфекционные барьеры, санитарно-защитные зоны. Но сделано это не везде. Только за полгода составлено почти 300 протоколов за нарушения в этой сфере. У многих неуформленные дезбольеры. Есть у нас хозяйство агротермо-гибексии Цивильского района. У них по голове всего-то 70 голов. Не могут сделать ограждение, сам пропустить дезбольер. Есть КФХ Атласкин, Комсомольский район. 58 голов всего в них содержится тоже. Не могут сделать ограждение, сам пропустить дезбольер. Хотя им и предписание, и наказание. То, что в докладе отмечено, на сумму где-то 900 тысяч оштрафованные. Пока в Чувашии вспышек африканской чумы не было. Республиканская ветлаборатория исследовала 600 проб от диких кабанов и домашних свиней. Все результаты отрицательны. Сейчас усилены охранно-карантинные мероприятия в свиноводческих хозяйствах. Все они переводятся в закрытый режим работы. Ветеринары проводят вакцинацию. Некоторые опасения вызывают отсутствие данных о количестве свиней в личных подсобных хозяйствах Чувашии. Но здесь ветеринары возлагают большие надежды на всероссийскую сельхозперепись, которая начинается 1 июля. И на понимание жителей сел и деревень. Если не дать данные и не помочь ветеринарам, потом можно потерять и животных, и прибыль. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. В Заволжье в местечке Мукшума следует самый древний археологический памятник на территории Чувашской Республики. Чем жили наши предки 8 тысяч лет назад? Это пытаются выяснить ученые Института гуманитарных наук и студенты Педуниверситета. Это было время первобытных охотников и рыболовов. После ледникового периода крупные животные, в частности мамонты и носороги, вымерли. Все живые существа, по сути, заново находили свое место в новом мире. Ни на Урале, ни на Верхней Волге, ни в Азии неизвестны памятников этого периода с такой выраженностью сохранности культурного слоя. Поэтому работа требует особого внимания. Эти археологические памятники ученые обнаружили еще 20 лет назад. Здесь около 30 значимых мест каменного, бронзового и средних веков. Первые раскопки прошли в 2000-м, но сейчас дошли до самой древней части. Сейчас мы раскапываем ямы и делим их на две части для того, чтобы выяснить, что тут было и какой слой. Просеиваем сначала черный слой, затем это фотографируем, а затем мы раскапываем вторую часть и смотрим, для чего эта яма нужна была. Так слой за слоем студенты снимают землю. Кроме этого, песок просеивают, чтобы не пропустить ни один драгоценный материал. Пишня, топорик, скребок и даже амулет. За неделю собрали большой материал. Вот видите, по периметру огромные ямы. В центре они будут поменьше. Это так называемые отопительные ямы. То есть вдоль жилища располагались скамейки, лежаки. И под ними вырывали в песке ямы и складывали туда горящий уголь. И засыпали песком. И такая получалась как бы батарея изнутри. Если сотрудники гуманитарного института ежегодно выезжают на раскопки, то для студентов первого курса исторического факультета ПИД-университета это первая экспедиция. Она помогла сплотить группу и вникнуть в будущую профессию, отмечают они. Некоторые из парней и девушек уже решили связать свою жизнь с археологией. Джинсы, пахнущие запахом костра. Но все это было, только не было тебя. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. На этом у меня все. Сразу после нашей программы обзор прессы за неделю. О чем писали республиканские издания. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин